В Ак-Тубе откроется центр для детей с аутизмом. Эскиз нового объекта готов. Здание будет расположено на проспекте Сан-Кибай-Батыра. Работы начнутся в следующем году. Кроме того, в 2023 году в микрорайоне Нур-Ак-Тубе будет построен реабилитационный центр на 150 коек. Отметим, что хорошие новости для людей с особыми потребностями на этом не заканчиваются. Жасан Жалпаков продолжит тему. Такого рода встречи проводятся не впервые. Это уже 25-е по счету мероприятие. В этот день люди с ограниченными возможностями дают друг другу отчет о том, насколько продуктивно они провели этот год. Цель – показать на своем примере, что несмотря на трудности и ограничения, можно добиться успеха во всем. Мы будем рассматривать вопросы занятости, трудоустройства, вопросы здравоохранения, образования и в целом жизнеобеспечения людей с инвалидностью. Потому что, как и у любого человека, согласно Конституции мы все равны, есть успешные примеры жизни, есть проблемные примеры, есть все. Потому что мы же не в изоляции живем. И вот пользуясь случаем, хочу очень поблагодарить тех, кто находится рядом с нами. Это наши близкие, родные, дети за то, что вы годами поддерживаете своих мам, своих детей. И, наверное, сейчас у нас нет в стране такой награды. Я так думаю, наверное, будет учреждена грамота для тех, кто рядом с нами. Спасибо вам. Маргулан Житесов является активным участником Центра поддержки парализованных граждан. Кроме того, занимается предпринимательством. По словам Маргулана, в прошлом году из-за ситуации с пандемией традиционная встреча не состоялась. Однако в этот раз общий сбор провести удалось. Ну, здоровья крепкого, чтобы было меньше проблем. И все устроилось в жизни у инвалидов нормально. Чтобы никаких этих не было. С хорошим настроением шли по жизни. В ходе встречи хорошей новости поделился руководитель областного управления занятости и социальных программ. Особым подарком станет реабилитационный центр на 72 места в селе Егин-де-Булак. В нем будут устроены кинотеатры, занятия ипотерапии, стадион, а также школа-интернат. Для людей, кто ухаживает за инвалидами первой группы, будут назначены пособия. Предусмотрено разделение детей в возрасте от 7 до 16 лет на группы инвалидности. Пособия также будут назначены в соответствии с группой. Предусмотрено единовременное предоставление пособия лицу, имеющую инвалидность и потерявшему кормильца. Реабилитация проводится за счет государства в случае, если работодатель не может оказать должную помощь инвалиду, получившему увечья и вред здоровью во время работы. На сегодняшний день в области насчитывается 27 616 людей с ограниченными возможностями. Среди них 3958 детей. В качестве социальной поддержки из республиканского, а также областного бюджета в текущем году было выделено более 2 миллиардов тенге. По области на социальном портале зарегистрировано 17 432 инвалида, которым необходима помощь. На сегодняшний день более 12 тысяч были обеспечены технической помощью и возможностью посещать санатории и курорты. Стоит отметить, что до конца текущего года планируется обеспечить и остальных людей с ограниченными возможностями, необходимыми средствами. Жасан Жалбаков, Межана Манжолов, телеканал Актубе.